Приветствую вас, Роман. Я думаю, что в первую очередь вам нужно как-то идентифицировать те знаки внимания, которые проявляют к вам дочь девушки. Вот, вашей, чтобы все было максимально, предельно между вами прозрачно. Вот, это первое. Здорово, необходимо понимать, что у ребенка сейчас подростковая история, вот, и гормоны соответственно. Аммм, шалат, точнее гормон, гормоны они активно себя проявляют. Вот, и в общем-то, ее реакция, она, это просто реакция на мужчину. Мы были для нее больше мужчины, чем, наверное, отец, и как отца она нас не воспринимает. Вот. А, значит, очень важно, чтобы мы постарались найти общий дефект с ней. То есть, с ней, полюбовно, все разрешить, чтобы не впутывать в это, а, ее маму. Вот, чтобы между ней и, а, ее мамой, а, не, не было, а, никаких, а, проблем. Вот, потому что довольно легко будет испортить отношения вам всем троим. Вот, соответственно, я полагаю, что не вы, не вы, да, не девушка этого бы не хотели. Вот. Но, случиться подобное может, если, мама, то бишь, ваша девушка, а, узнает о том, что, вот, ее дочь там проявляет к вам непонятное значение внимания. Вот. Вот. А, то есть, крайне желательно, чтобы вы разрешили два процента. Понятно, что, если ребенок не будет прислушиваться к вам, то он обратится к маме. Он будет, ну, по факту, а, будет единственным выходом. Но, не торопитесь. Не торопитесь и попробуйте объяснить и вообще понять, чего дочь хочет. Вот. Будьте готовы к любым поворотам. Помните, это ребенок, помните, это подросток. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Встречу субтитры Алексею Дубровскому!